Занятие называется «Лето база». Я снова употребляю этот термин, хотя не употреблял его около пяти лет. В течение долгого времени по интернету ходила вот этот призрак базового гардероба, набор вещей, который решает все ваши вопросы. И прикол в том, что если на женщинах одежда может смотреться немножко инородной, одежда может как будто сама по себе существовать, создавая образ, с мужчинами так не получается, одежда должна выглядеть так, как будто попытки составить образ особо не было. Если вы выглядите так, как будто вы нарядились, значит где-то вы немножко переборщили, либо не совсем попали в свой типаж, в свои нюансы. Поэтому с Костей я всегда давал по-другому и термин «базовый гардероб» использовал чаще в какой-то ироничной форме. Но при этом сейчас именно в этом сезоне крайне важно обозначить это понятие базы как понятие отправной точки. Я уже говорил на прошлом занятии, что у нас новый период, по-другому мы должны воспринимать, резюмируя смысл прошлого занятия, скажем, озвучив общую логику вот этих переключений периодов. Получается, что когда у нас идет сильный период, мужчина выглядит максимально естественно и органично, потому что силуэт свободный, он такой коренастый, устойчивый, твердый, без притязаний, без фронтовства, без спектакулярности. Женщина при этом тоже у нас чехлится в оверсайз и теряет какую-то часть своей природной женственности, но, как я уже объяснял, там немножко по-другому. А вот в слабый период происходит наоборот. У девушек период максимального раскрытия естественных форм, подчеркивания фигуры песочные часы, подчеркивания талии. И, соответственно, мужская одежда тоже как будто скукоживается, сжимается, появляются приталенные силуэты. Мы стремимся к силуэту перевернутый треугольник. И как только мы создаем этот перевернутый треугольник, сразу возникает огромное количество вопросов. Вопросы по длине ног, вопросы по пропорции плеч и бедра, вопросы, которых до этого просто не всплывало, то есть в предыдущее десятилетие. И вот, собственно, база, о которой мы сегодня будем говорить, это вот те самые травные точки, которые необходимо усвоить для того, чтобы 100% не облажаться и понимать логику, по которой будет развиваться мужская мода, мужской образ в ближайшие несколько лет. В целом, если начинать гуглить, само понятие мужского базового гардероба, сейчас это дико скучная штука. И в основном оно состоит из нейтрально скучных предметов, которые вы можете видеть в этой подборке с вешалками. И оно вроде как бы все носибельно, вроде как бы все неплохо, но ни один из этих предметов не делает ваш внешний вид лучшим. Сегодня мы будем разбираться именно с той базой, которая улучшает, то есть подчеркивает достоинства фигуры, скрывает какие-то недостатки, либо нивелирует нюансы, как я иногда формулирую. От чего я отталкиваюсь? Зачем я пытаюсь привести вас к мысли, что нужно как-то себя улучшать? Не для того, чтобы вы в моменте почувствовали себя хуже. Как оно работает? Когда человек смотрит на себя в зеркало, в новом образе, в новой одежде и видит, что он изменился, понимает, что он изменился в чуть лучшую сторону, ему нравится это изменение, это дает сильный эмоциональный заряд. Это как синдром нового платья, когда выходишь в новом костюме на улицу, кажется, что все на тебя смотрят. И вот если человек посмотрел на себя в зеркало, улучшений никаких не почувствовал, то даже если ему будут делать прямые комплименты, он не будет чувствовать себя более уверенно. Поэтому, подбирая одежду, для мужчины крайне важно осознанно понимать, что эта одежда делает его визуально лучше, это добавляет ему внутренней уверенности, а именно вот эта внутренняя уверенность является основным фактором привлекательности, с которым мы, собственно, и работаем. И в этой презентации будет очень много белого цвета, потому что это, как фотографы калибруются по белому цвету, для того, чтобы камера адекватно отображала цвета, большую часть идей, озвученных вот в этой базе, я буду иллюстрировать через предметы в белом цвете. Вам так будет проще потом ориентироваться по презентации, которую вы увидите в рассылке. И я проводил эксперименты, так легче запоминается. То есть, грубо говоря, когда вы получите презентацию в рассылке, откройте ее, вы увидите 7 слайдов с доминирующим белым цветом. И, собственно, эти 7 слайдов и есть ваш шоппинг-лист. Нюансы этого шоппинг-листа уточняются уже в цветных слайдах. Что мы видим на данном слайде? Это у нас приталенная рубашка с подвернутым рукавом и материал у нас лен. Все три фактора имеют значение. Рубашки в этом сезоне снова возвращаются в моду, и они будут в моде в течение следующих 5-либо даже больше лет. И если вы увлеклись модой не сегодня, а несколько лет назад, то как раз, наверное, это органично соответствует вашим возрастным изменениям. Оптимальный возраст для того, чтобы начинать красиво носить рубашки, это где-то около 25 лет. Со всеми своими клиентами, мужчинами, которые ко мне обращались за помощью в шоппинге, мы всегда начинали с подбора рубашки и подбора пиджака. Почему? Потому что если парень умеет носить рубашку, если он умеет держать осанку, рубашка это всегда история про осанку, то даже в самой простой футболке, в самой простой майке, майке-алкоголичке, он будет выглядеть чуть лучше, чем парень, который не умеет носить рубашку. Лен. Я уже говорил на прошлом занятии о том, что в этом сезоне мы уже отходим от нейтрального, универсального базового хлопка во всем и начинаем заигрывать с текстурами материалов. И особенность лена в том, что он всегда текстурный, даже если он свежевыстранный. Кстати, лайфхак. Я чуть позже буду говорить о лене с легким атласным блеском. Это лен, который прогладили через лист бумаги горячим утюгом. То есть из любого лена можно получить лен с атласным блеском. Лен всегда дает какое-то количество драпировок, складочек, проще слово, проще надо. Какое-то количество складок в местах сгибов, что с одной стороны визуально может добавлять объемов, и это шикарно работает как раз на светлых рубашках, когда у нас центральная часть, на которой складок образуется меньше, контрастирует по текстуре с складками, которые мы видим в области бицепса, бицепс кажется более объемным. Если вы худощавый парень с худыми ненакачанными руками, то льняная рубашка в меру приталенная, это то, что вам нужно для того, чтобы выглядеть максимально мужественно. Если это будет просто хлопковая приталенная рубашка, у хлопковой рубашки нет такого эффекта. Она не добавляет объема бицепсу. Обратите внимание на подвернутый рукав. Рукав подвернутый до этой длины, особенно в сочетании с шортами, чуть позже я это подробнее проиллюстрирую, визуально делает верх более массивным, как раз позволяет сформировать у нас силуэт перевернутого треугольника. Говоря о рубашках, которые носятся на выправку, лен всегда носятся на выправку. Никогда лен не заправляем, потому что, как искусственного материала, он сильно мнется. Если его заправить, то одно неловкое движение, он на один сантиметр улазит из-под ремня, и сразу же там образуются ужасные отталкивающие складки. Поэтому лен всегда на выправку. И чаще рубашки на выправку имеют закругленный низ. Это, опять же, у нас работает на коррекцию пропорции мужской фигуры, делая ее более мужественной. Но такая рубашка не должна быть слишком длинной. Грубо говоря, спереди она не должна полностью закрывать яйца, сзади она не должна полностью закрывать ягодицы. Если это происходит, то сзади в области поясницы образуется складка, спереди что-то непонятное. То есть они чуть короче, чем хлопковые рубашки, потому что лен менее эластичен в посадке, чем хлопок. И лен всегда создает эффект старых денег. То есть даже если это суперновая рубашка, вот только из упаковки, она выглядит так, как будто вы ее уже давно носили. Вот как раз тот самый расслабленный, непринужденный эффект. То же настроение присутствует абсолютно тоже и в женской моде. Непринужденная расслабленность. Вот эта вот непринужденность ривьеры, старых денег и привычки носить рубашку и костюм, она создает вот этот образ мужчины нового десятилетия, статный, подтянутый, с уверенной осанкой, но при этом не стремящийся выглядеть слишком ярко и привлекать к себе лишнее внимание. 15 лет назад, когда я только начинал заниматься стилем, если вы знаете глубоко мою биографию, спикап-тусовка, я тоже пересекался, и тогда там бродил такой миф, что на мужчине должны быть какие-то аттрактанты, то есть предметы, которые привлекают внимание. К примеру, если это широкий ремень и крупная какая-то, выделяющаяся бляха, то это обращает внимание на ваш гульфик, и типа это более секси. Если это какой-то кулончик, то это обращает внимание на ваш гульф, на вашу волосатую грудь, и это более секси. Рубашка однотонная ни в коем случае никогда. Но мой личный опыт, опыт огромного количества моих клиентов, изыскания, проведенные другими стилистами и блогерами, привели к тому, что мужчина, который меньше, который не производит впечатления, мужчина, который стремится обратить на себя внимание и быть привлекательным, для женщин, да и не только для женщин, всегда является более привлекательным, потому что самое привлекательное в мужчине такое мета-сообщение – это уверенность и спокойствие. И в новом десятилетии эта уверенность и спокойствие совмещается с ярко выраженной небрежностью. Получается такая штука, что любой опыт, через который мы проходим, оставляет какой-то определенный след. Если до этого 10 лет мы носили оверсайз, ну не можем мы перейти на скини-брюки. Плюс еще скини-брюки и скини-джинсы – это один из предметов, над которыми уже сейчас смеются, вспоминая о десятилетии. Мы в свое время с коллегами делали подборку от предметов, над которыми будут смеяться. У девочек это были сопливые губки и нарученные ногти, нарученные волосы. У мальчиков это скини без повода. Это никогда не делает вас более привлекательным. Это никогда не улучшает внешний вид ваших ног. Даже если у вас спортивные прямые ноги, обтянутые, они все равно выглядят кривенькие. И это можно видеть по большому количеству блогеров, мужчин, которые до сих пор не следуют с этой скини-темы. Почему широкие брюки с комфортной низкой точкой сборки, это имеется в виду модня между ног, то есть она не вплотную к яичкам прилегает, а немножко провисает, свободно сидящие по ноге и неограничивающие движения лучше для мужчины, чем скини. Походка выглядит более плавной, более спокойной, более уверенной. То есть это тот опыт, который нам дал предыдущий модный период. Мы поняли, что добавляя себе объема, мы выгодим более основательно. И поэтому широкие брюки, широкие джинсы, о них я уже все уж вам, наверное, прожужжал. На прошлом занятии, на водном об этом говорил, это база, которую мы берем с собой. Это то лучшее, что мы можем вынести с прошлого периода. Но при этом вспоминаем наработки классического мужского стиля, классического мужского именно костюмного стиля, который мы уже знаем. Пиджак – это тот предмет, который был создан для того, чтобы максимально эффектно подавать мужскую фигуру. Форма лацканов. Вытянутое, короче, чередование лацканов, ворот рубашки, калстук, если он присутствует, и плечевых швов создают череду перевернутых треугольников, которые даже на невыразительной прямоугольной фигуре и даже на фигуре с акцентированными бедрами создают эффект перевернутого треугольника, создают эффект подтянутости. Поэтому, собственно, пиджаки структурированы, то есть те, которые имеют жесткое плечо и жесткую часть в области груди, либо деструктурированы, как, к примеру, здесь. То есть у него нет подкладки, и плечо держится только на прошитой внутри ленточке. И в сочетании с расслабленным общим настроением, это именно то настроение, к которому мы стремимся. Также вспоминаем классические рекомендации по длине пиджака. Если у нас пиджак идет с узкими брюками, то его максимальная длина до середины ягодиц. Если, как у нас в этом сезоне и в ближайшие несколько лет, у нас пиджаки будут носиться с широкими брюками, то это у нас длина, обязательно закрывающая ягодицы. Да, это непривычно, но в сочетании с широкими джинсами, с широкими брюками, именно так оно и должно смотреться. При этом, для того, чтобы почувствовать актуальную грань элегантности, переборы с цветами – это антитренд. Это чисто азиатская, мультяшная, хоруяки, как их называют в Японии. То есть в фэшн-фрике направление. Если вы находитесь в рамках европейского восприятия эстетики и особенно эстетики мужского костюма, то сдержанные цветовые решения – это то, что нам нужно. Но вы мне скажете, о чем мы тогда начали с белого цвета? Белый цвет нифига не практичный, он в марке, он обращает на себя внимание, ты выделяешься на фоне толпы. И поэтому, говоря о тренде на белый в этом сезоне, нас на самом деле немножко накалывает, потому что имеется в виду не белый цвет, а практически белые, разбеленные, слабенькие оттенки – сероватого, желтоватого, зеленоватого. И именно вот этот цветовой аккорд является основным базовым аккордом, с которого мы начинаем этот сезон, и который будет у нас звучать в течение следующих двух-трех лет. На этом слайде и парочка следующих слайдов, подчеркиваю красным, то, с чего мы начинаем работу с цветом, работу со своим гардеробом. Мы ищем в магазинах оттенки практически белые, но при этом имеющие легкое цветовое замутнение. Это более практично, и это цвета супервалентные. Что в сочетании с бледной кожей, что в сочетании с загорелой кожей, такой немного грязноватый цвет, всегда делает лицо более свежим, а одежда при этом как будто отступает немного на второй план. И поэтому лен – это как бы основной материал, не то что этого сезона, основной материал и следующего лета будет тоже, потому что лен никогда не бывает белоснежным, у него всегда присутствует подтон, а если он белоснежный, не дай бог, то через него просвечивается тело, что, соответственно, тоже придает ему определенный подтон. Чтобы в лене, который часто бывает слегка прозрачным, не выглядеть голым, как раз нужно выбирать лен, немножечко загрязненный, немножечко сероватый. И это создает все тот же эффект привычной одежды, которая выносится давно, эффект старых денег. Поэтому в базовый гардероб про светлый пиджак – это в том случае, если вы уже до этого носили пиджак, можете попробовать носить в этом сезоне льняной летний пиджак. Если вы до этого пиджаки не носили, лен в пиджаке – не лучший способ, чтобы начать, потому что это материал, который уже требует осанки.